О, мечта, привет! Сегодня поговорим про психологию бедности. И существует несколько основных и очень распространенных причин такого поведения человека, при котором доступ к богатству, к сожалению, для него сокрыт. И рассмотрим это наиболее типичное для нашего региона. Люди думают, что работа должна быть стабильной, пусть малоплачиваемой, но зато стабильная работа. И человек с психологией бедняка, как правило, выбирает низкоплачиваемую, но стабильную работу в госучреждениях, например, потому что вроде как государство всегда обеспечит. А вот если пойти в коммерческую организацию, то есть риски остаться на улице через какое-то время. Человек абсолютно не верит в свои силы и в то, что его опыт и знания могут быть в принципе востребованы. И в итоге так и происходит. Идёт на нутную, скучную, перестаёт осваивать новое, зависает и становится. Кому не нужно, вместо того, чтобы расти и развиваться? Второе-то боязнь перемен. Опять же, по причине остаться никому не нужным, человек с психологией бедняка боится перемен. И девиз лучше иметь немножко, чем рисковать, и возможно потерять всё. Люди с психологией бедности никогда не откроются в бизнес, не будут осваивать новые сегменты рынка, не пойдут получать второе высшее образование в 40 лет, и ни за что не переедут в другой город в поисках новой жизни в 50. Низкая самооценка. Характерная черта людей с психологией бедности – это низкая самооценка. Да и откуда взяться в высокой, если человек не живёт, а прозябает? Серая, неинтересная, скучная работа, которую ещё и страшно потерять, отсутствие в жизни ярких впечатлений, перемены места и обоснованных рисков. Именно тех факторов, которые заставляют уважать себя за труды и возможности. Человек с психологией бедняка не понимает, что богатство и хорошие перспективы раскрываются перед людьми деятельными, не боящимися рисковать и начинать всё сначала. Нежелание быть активным. Очевидно, что для того, чтобы достичь чего-то и получить хороший результат, необходимо постоянно в эту сторону прикладывать какие-либо усилия. Например, рассматривать предложение об интересной высокооплачиваемой работе с более широким кругом обязанностей по сравнению с предыдущим местом. И таким образом всё время расти. Человек с психологией бедности не желает и не умеет, потому что никогда не пробовал проявлять активность. Боится искать новую работу, потому что считает уже заранее, что не справится. Не подрабатывает, потому что уверен, что ничего не получится, и денег всё равно не будет. Человек пассивен, а поэтому и беден. Все должны. Человек с психологией бедняка убеждён, что ему должны достойно платить. Просто потому, что он качественно выполняет свою работу. И зарплата у него должна быть такая, чтобы хватало и на быт, и на отдых, и на детей, и на себя. Забывая при этом, что он сам согласился на работу с низкой оплатой. И теперь пеняет на скопердяя шефа. Человек прикладывает ответственность себя на других. Какой смысл двигаться, если от меня всё равно ничего не зависит? Делай, не делай, результат один, ничего не получу. И у бедняков есть такое правило, что им проще быть экономными. Они тратят силы не на то, чтобы привлечь, а на то, чтобы удержать. Часы на посещение магазинов, сравнивая цены, делая покупки там, где дешевле. Они пишут и ходят в различные инстанции, добиваясь мизерного снижения оплаты за коммунальные услуги. Или одноразовая социальная помощь, которой едва ли хватит на один поход в магазин. Вместо того, чтобы эти же усилия эффективно потратить на заработок или поиск более выгодной работы. Присмотритесь к себе, если у вас хоть одно из перечисленных качеств. И избавляйтесь в срочном порядке, если что-то похожее обнаружится. Помните, что ваша жизнь, ваше благополучие только в ваших руках.